Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию видеообзор по техническому анализу основных валютных пар. Рассмотрим валютные пары с евро, британским фунтом, японской иеной, канадским долларом и австралийским долларом. Сегодня 31 января 2020 года, пятница, неделя заканчивается, поэтому рекомендуется прикрыть все открытые позиции, если имеется такая возможность. Но до конца сессии еще есть вероятность хороших движений. Как всегда помним о том, что торговые рекомендации не являются руководством действий и не гарантируют успешного исхода. Поэтому прежде всего соблюдаем риски. Итак, поехали. Евро продолжает торговаться в границах диапазона. На вчерашней сессии пара попыталась преодолеть верхнюю границу диапазона, вылетев вверх до отметки 1.10.39, однако затем снова вернулась в пределы коридора под 1.10.25. В данный момент цена тестирует верхнюю границу и пока не ясно сможет ли цена развить восходящий импульс. Ситуация продолжает оставаться неопределенной. Признаки исчерпания нисходящего импульса усиливаются, что указывает на вероятность разворота. Сценарий данный помечен у нас серым цветом. Тем не менее потенциал для снижения еще имеется, пока цена находится ниже сопротивления на 1.10.25 и не достиг разворотного уровня на 1.10.53, выше которого мы можем констатировать о начале восходящего движения. На текущий момент основной сценарий предполагает продолжение снижения от сопротивления на 1.10.25 в случае, если цена возвращается к нему, к ближайшим уровням с первой целью на отметке 1.09.59 и со второй целью на 1.09.27. Ну и вот фунт вчера вырос, как и ожидалось. Вчера пара протестировала уровень поддержки на 1.29.94, но закрепиться ей так и не удалось. В итоге цена выросла к отметке 1.31.10 и к настоящему моменту продолжает торговаться с повышением, достигнув первую цель на отметке 1.31.19. Тем не менее потенциал продолжения роста в данный момент крайне ограничен, так как глобально пара торгуется в рамках большого треугольника и выход из него ожидается все-таки вниз. Поэтому потенциал роста ожидается не более чем до уровня 1.3147, откуда я ожидаю разворот и начало снижения к нижней границе треугольника с первой целью на уровне 1.3040, с последующим достижением уровня 1.29.94. Только пробой и закрепление выше разворотного уровня 1.3171 даст сигнал на выход из фигуры вверх, что меняет приоритет с нисходящего на восходящий. Японская иена все так же остается в фазе консолидации. Вчера пара попыталась выйти из границ коридора вниз, но развить нисходящий импульс не удалось. Цена достигнув отметки 108.58 снова вернулась в границы флета, где и торгуются в настоящий момент. Ситуация достаточно неопределенная, поскольку пара имеет равные шансы как на рост, так и на падение. Тем не менее, предположу, что все же состоится разворот вверх, учитывая, что для нисходящего импульса сил у продавцов все-таки не хватило. Поэтому основной сценарий включает в себя рост как минимум до ближайших уровней на 109.46 и 109.60. При падении ниже 108.77 актуальным станет альтернативный сценарий на снижение, который в данный момент помечен серым цветом. Канадский доллар продолжает продвигаться по основному прогнозу. Вчера пара скорректировалась до уровня 31.89, от которого отбилась и к настоящему моменту продолжает рост. Основной уровень поддержки сохраняется на 1.3189. Разворотный уровень на 1.3168, снижение ниже которого даст сигнал на разворот или начало коррекции. В случае реализации основного сценария, следующей целью для роста пары выступают уровни 1.3260 с потенциальным прохождением до 1.3320. Ну и наконец, австралийский доллар продолжает снижаться в рамках основного прогноза. Вчера пара попыталась вырасти, но встретила сопротивление на уровне 0.6755 и продолжила снижаться, достигнув первую цель на отметке 0.6711. К настоящему моменту цена продолжает снижаться, направляясь ко второй цели 0.6677. В целом надо учитывать, что это многолетний минимум по паре и пройти его цене будет не так просто. Поэтому высока вероятность разворота цены от уровня 0.6677, который является довольно серьезной поддержкой. Однако полностью исключать вероятность продолжения снижения нельзя и закрепление ниже уровня 0.6660 даст сигнал на это. В основном же сценарии я ожидаю теста уровня 0.6677 и последующего отбоя от него с ростом до уровня 0.6711 и далее до 0.6755. И у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Это был обзор по техническому анализу от компании Тикмил. С вами был Арман Бесимбаев. До встречи в следующем выпуске. Всем удачи и профитных сделок. Всем пока.